Когда говорят о будущем, возникает образ чего-то прекрасного, лучшего. Но с Россией все иначе. Образ прекрасного далека превратился в надежду на ядерный огонь, испепеляющий геев, недоставшиеся дачи озера Кома и весь коллективный Запад. Правда и России тогда не будет, но... Агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. При этом россияне уверены, что лучшее у них, конечно, впереди. Нужно только взять из СССР все самое плохое и возродить. Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно. И корни эти – коррупция власти, преследование, инакомыслие, борьба со свободой слова, фальсификация выборов, запреты, посадки, убийства, война. С драматизмом тех событий, через которые проходит страна, связанной с сегодняшней ситуацией, связанной с тем, что мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее. Такое вранье даже в горло не лезет. Так и хочется спросить, кто тебе жить мешает? Но давайте откроем матрешку и заодно глаза русским на их бесперспективную реальность. Новый виток истории в России пишется по старым лекалам. Оппозиция полностью разгромлена. Свободные СМИ закрыты. Недовольные бежали, высланы или арестованы. Страна поднимается с колен. Чтобы нам попасть в деревню, переползаем через доски. А экономика переходит на военные рельсы. Оборонные расходы, они разгоняют экономику. Они ее делают более энергичной. Нужно, чтобы на каждый, на каждый вложенный в оборонку рубль мы получили максимальную отдачу. Работает слоган «Можем повторить» вместо «Это не должно повториться». 24 года правления Путина. Россия выходит из большой восьмерки и оштрафована всевозможными санкциями. Изолирована от цивилизованного сообщества. Талибы – лучшие друзья. Это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны. Они являются властью сегодня в Афганистане. Но надо исходить из реалии. Да, реалии таковы. Афганистан, Иран, Северная Корея, страны-террористы и диктатуры – теперь друзья. Они же – модели для подражания. Абсолютно нормальная, обычная северокорейская жизнь. Абсолютно обычные, нормальные люди. Абсолютно нормальная северокорейская жизнь – это все равно как абсолютно нормальный ГУЛАГ. ГУЛАГ. ГУЛАГ – это совсем не так плохо. То есть, понимаете, вот пропагандисты же нам доказывают, что ГУЛАГ – это хорошо. Свободных СМИ в России нет. Мировые события освещаются только пропагандой. Нет Южной или Северной Кореи. Корея одна, просто Юг сейчас временно оккупирован империалистами. Но после победы идею Чучхе он тоже будет спасен. Параллель ясна. Юг России и Малороссия временно оккупированы Зеленским и укронацистами. И он будет спасен. РПЦ призывает своих прихожан и граждан к участию в этой освободительной войне, вопреки заповедям. Объяснение простое – война идет с Антихристом, а потому священно. Да, священная эта спецоперация является однозначной. И война еще не проиграна. И очень важно, чтобы наша страна, опирающаяся на многовековую духовную, культурную традицию, сформировавшая свой кодекс нравственных ценностей, была способной в том числе, в каком-то смысле, и возглавить это сопротивление. Невероятное слово сейчас скажу – Антихрист. По данным Левада-Центр, треть опрошенных россиян одобряют ядерный удар по Украине. Путин же пока думает об использовании ядерного оружия. В ответ… Вы знаете, ненависть к Путину, она же объясняется очень просто. Просто люди завидуют, что у них нет своего Путина. Политковская, Немцов, Навальный убиты. На очереди Карамурза, Яшин. По политическим статьям задержано 155 тысяч человек. Штрафы, преследования, зона. Оппозиция либо сидит по сфабрикованным делам, либо эмигрировала. Это реалии тех, у кого Путин есть. Для многих из нас не новость. То, что Путин убивает, и то, что он делает это уже в открытую. Я думаю, что у Путина, конечно, вот эта нормализация политического убийства как инструмента. А генезис ее идет из его 90-х годов в Питере. По мнению же россиян, Путин ошибаться не может. Значит, все правильно. Есть установка медленно и мучительно убивать. Убивать долго. А то, что в пределе убийства никого не должно смущать. Но сначала должен помучиться. У меня все началось с ФСБ. У кого-то все начинается с Минюста. Это абсолютно точно. То есть Минюст, он ведет свой некий реестр лиц, которых он считает неблагонадежными. И рано или поздно, как говорится, все мы там будем. Кроме журналистов, неблагонадежными могут быть все. И даже депутаты. И это только начало. Их обязали согласовывать выезд за рубеж. Основная причина опасения ФСБ, что служители народа могут оказаться в ловушке и выдать секреты. Конечно, под пытками. Пора вводить понятие враг народа. Не надо это стесняться. Враги есть, понятия нет. В ЧК, ЧК, УГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ. Много сторон одной многогранной, извращенной медали. ФСБ сегодня это та же опричнина, не подконтрольная никому, кроме царя. В стране крепостничество, безнициативность, врагство, разврат. А вам говорят, нельзя критиковать отечество в минуту смены коней на переправе. Да и коней, по большому счету, менять нельзя. Потому что переправу надо сделать вечной. Мемориал разогнан. Памятники жертв сталинских репрессий уничтожаются или закрываются. А памятники Сталину возрождаются. Все организации, неподконтрольные ФСБ, уничтожаются. Культ одного человека желаем и приветствуется. Переписываем историю. Именно поэтому Сталин, я напомню, Сталин по-прежнему наш самый главный герой. Вспомните, да, голосование за имя России, когда Сталин у нас лидировал. Это уже в 2009-м, если я не ошибаюсь, году, когда поколение совка во многом ушло. Серебренников, Беркович, Акунин, деятели культуры и искусств объявлены иноагентами и экстремистами. В стране введена презумпция виновности. Режиссера Женю Беркович и драматурга Светлану Петричук приговорили к шести годам за спектакль, поставленный на грант от Минкульта. Именно выжившим не прощают. Вот есть ошибка выжившего, такое есть понятие. В России главная ошибка выжившего – это выжить. Этого делать нельзя категорически. Тем временем Гундяев, он же и митрополит Гирилл, благословляет Путина направление до скончания века. Огромное количество россиян видят в голове государства не только успешного политика, но очень доброго, умного, сердечного человека. Этот добрый, умный, сердечный человек отбросил страну на обочину истории, сделав ее страной-агрессором и страной-террористкой, а граждан РФ – изгоями. Вы посмотрите, какая идет антирусская агитация. Переписывание истории, запрет на ее изучение, запрет на отрицательное отношение к войне, запрет на слово «мир» как таковое, запрет, нарушение которого наказывается тюрьмой. «Мир» – это то, что не произносят власти вообще. И вообще вспоминать о том, что мир – это хорошо, это опасно. Думать самостоятельно для детей сегодня тоже запрещено. Думать неправильно – тоже. Как думать правильно – объяснят на уроках о важном. И если это не совпадает с разговорами родителей на кухне, на них можно и нужно донести. Если есть возможность через детей повоздействовать на родителей, которые неправильно родину любят, то почему не повоздействуют? Донести на соседа и попутчиков в метро, читающего запрещенного автора, Акунина, например, можно и нужно. Арестовать отца за рисунки дочери – обязательно. В школу пришла полиция. И началось преследование семьи. Рисунок о том, что девочка против войны. И из-за этого рисунка начались проблемы у семьи. Отец получил два года. Девочка – жизнь в детдоме. Более того, по новому закону предусмотрена и полная конфискация имущества за фейки об армии. Цель этого закона – предотвратить преступления против безопасности Российской Федерации. Данные о потерях в мирное время в ходе специальных военных операций засекречены и считаются гостайной с мая 2015-го. Поэтому не стоит доверять официальным данным. Официально потери личного состава за два года ведения войны составляют около 7 тысяч человек. Британская же разведка заявляет о потерях россиян до 700 тысяч. Больше, чем во всех ее войнах после Второй мировой вместе взятых. На Путину плевать. Он предлагает готовиться к вечному состоянию войны. Война, которая была до нас, будет при нас и с нами не закончится. Заводы по производству оружия работают в три смены. То есть круглосуточно. Производство основных систем вооружений выросло в разы, а высокоточных – в десятки раз. Только за последние полтора года в оборонно-промышленном комплексе создано более 520 тысяч новых рабочих мест. А военный бюджет на 2024 год составляет уже 29%. Нужно увеличивать средства поражения. Количество и мощь средств поражения. У нас развитие идет без всякого преувеличения семимильными шагами. Это порядка 200 миллиардов долларов в год. Что такое 200 миллиардов долларов в год? С одной стороны, это ВВП Украины. То есть Путин сейчас каждый год тратит ВВП предвоенной Украины, чтобы вести войну в Украину. Российские солдаты, убивающие мирное население Украины, возводятся в ранг героев. Настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, вот нужно сформировать из этих людей. Последние 20 лет в РФ происходило сокращение числа убийств. По крайней мере, на бумаге. Но с 22-го года кривая вновь пошла вверх. И пошла резво. Причина – синдром посттравматического стрессового расстройства, полученного на войне. Его последствия могут проявляться в течение десятилетий. Они усвоили урок то, что они могут кого угодно убить, им достаточно сходить на фронт, и их освободят. Россия бросила к ногам Путина себя, свое настоящее, свое будущее и даже свое прошлое. Загнала себя в угол, из которого не думает и не хочет выходить. Если вы всерьез представляете себе Россию после Путина, как территорию, которую можно каким-то образом демократически управлять, то мне кажется, вы заблуждаетесь, потому что это будет такой симбиоз концентрационного лагеря, чумного барака и сумасшедшего дома. И деньги делают свое дело. Некоторые исторически дотационные регионы просто купаются в гробовых. Как говорят в Бурятии, лишь бы война не закончилась, хоть поживем нормально. И спасибо Путину, ведь только он делает смерть не напрасной. Какая-то перевернутая религия. Факт в том, что Путин в сложившейся ситуации чувствует себя совершенно органично. Вокруг него создают мир, где все не просто хорошо, а так замечательно, как никогда не было. По тысяче человек в день идут добровольцами, деньги на все никак не заканчиваются, поляна окончательно зачищена. Можно не переживать о протестах и политической нестабильности. Оставаясь в парадигме путинизма, даже на достаточно длинном горизонте нет перспектив возвращения России в мировую экономику, на путь демократии и свободы. В этом отношении прекрасная Россия будущего умерла в автозаке, за рулем которого сидит бункерный дед. Слышу голос из прекрасного далёка, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чисто на истоках. Прекрасное далёко, прекрасное далёко я начинаю путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова